Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! У нас уже день. Саша меня позвонил, позвал в Кенара ресторан пообедать, чтобы я не готовила. Вот, сейчас читаю комментарии про котиков. Кто-то пишет, что ну как можно не послушаться хозяина. Он сказал не приваживать котиков, а вы его не слушаете. У него есть свои причины, были во всяком случае не приваживать котиков. Эти котики были здесь до нас. Вот здесь вот у него сейчас он все побелил, сетки повесил. Не было сеток, и котики всегда впрыгивали в открытые окна. И вот здесь все было в кошачьих лапах. Здесь было и в нашем, тоже в нашем окне. Это все было в кошачьих лапах. Сейчас я покажу приблизительно, как это вообще выглядит. Вот. Я знаю, что соседи подкармливали. Они там при мне даже приносили рыбку. Кидали этим котикам, когда уже даже я их взяла на обеспечение. Вот, посмотрите. Они везде запрыгивают в окна. Вот это все кошачьи лапки. Вот это вот. Вот они по этому бортику как-то умудряются ходить. Вот. Эти котики давно выбрали себе этот дом. Но поскольку хозяин их не сильно кормил, они промышляли воровством только немножко. И когда вот здесь девушка сняла квартиру после нас, я ее попросила, мы переписывались. Я говорю, ты можешь котиков кормить? Она, конечно, конечно. А потом говорит, котики не приходили больше. Они посмотрели, тебя нет. И питались там в винной лавке. Вот. Дашенька тоже говорила, что я их приезжала, хотела покормить. Они не приходили. Так. Собачкину миску убрали. Да, я тут вчера ее попыталась покормить. Дала ей пластиковую мисочку. Убрали. Ну ладно, покормлю потом. Там у них есть тарелка. Вон они большую тарелку кладут. Для собачек. Так что вот. Я кормлю их аккуратненько тут же убираю. Вернее, эту кошку. Ну и приходится иногда ее, этого рыжего подлеца, кормить. Когда она его приводит. И челобитную за него просит. И смотрите, какая интересная бутылочка. Ой, какая красивая. А что это такое? Ан. В общем, не знаю что. Блю. Такая дизайнерская. Я бы в нее... Я таких не видела. Я бы в нее поставила какие-нибудь цветочки. Очень она мне понравилась. Я видела, помню, декорации в каком-то ресторанчике. У них там в туалете была тоже полочка. И вот именно синие бутылки всяких разных дизайнеров. Где они их набрали и по веточке с цветочком. Так красиво смотрелось, кстати сказать. Я сейчас загружаю видео и смотрю. Чего-то не хватает. В общем, обнаружила, что одно видео я не смонтировала. Куда-то кадры исчезли. Стала искать. Где эти кадры? Нашла. Сейчас вернусь с ресторана, смонтирую. И уже загружу их на канал Саши. Также я туда загрузила день рождения Шарада. В общем, вы туда иногда заглядывайте, пожалуйста. Я сделаю ссылочку. Вернее, наш общий семейный. Все-таки, я так смотрю, он не сильно рвется. Хоть что-то сам снимать. Поэтому я его переименовала. Назвала Ириной Саши Хендилайф. И туда тоже буду немножечко контентика загружать. Пусть будет. Мне нужно было набрать тысячу подписчиков. И четыре тысячи часов просмотров. Уже набрано, чтобы ему подключить адсенс и монетизацию. Но я, правда, еще не подключила ему адсенс. Я забыла, как это делается. Как я вообще умудрилась сама себе все это сделать, я не понимаю. Мне никто не помогал. Каким образом? У меня когда кто-то спрашивает какого-то совета, я говорю, знаешь, ох ты, какой классный пайк у него. Я говорю, я даже не кокетничаю, говорю, что я, наверное, открыла канал, как обезьяна, случайным нажатием кнопок. Как-то у меня это получилось. Вот. А его канал я открывала уже с помощью друзей молодых. А вот адсенс. Я просто стала бояться ошибиться. Я вот и свой канал, я помню, что я его вела, вела, вела. Уж не знаю, года три вела. Уже столько у меня видосов было, все. Но, тем не менее, я его, ой, подождите, я не подключала адсенс, не заводила, и не отправляла запрос на монетизацию, только потому, что я боялась, что я сделаю что-то не то. Вот. И три года я ушами щелкала, а потом потихонечку осмелела. Взяла и послала. И мне еще из гугла это письмо шло очень долго. Чуть не три месяца шло письмо, подтверждение. Настоящее бумажное письмо должно прийти. Вот. Ну, я Саше тоже говорю в аэропорту. Саше, я, когда мы в Гупал летели, я говорю, я тебе открою адсенс, и футапарти должно будет прийти на наш адрес письмо. Смотрю, он такой уже через час звонит другу. Там письмо должно прийти из гугла? Ты забери. Я говорю, Саше, я еще даже не открыла этот адсенс. Подожди. Оно идти должно потом из Америки. Наверное, ну, как минимум месяц. Поэтому не торопись. Вот он, наш любимый ресторан Кинара. Тибетин, Чайнис, Индиан, Континентал. И это ресторан. Кажется, я вижу его. Ну, приветики. Фантин, хорошая идея на бутылочку. Вот идея. Мы, да, мы не кладем на бутылочку. Но тоже жжем. Да, давай здесь. Там жарко и утомительно сидеть. Вот дидьё, да? Мама, они имеют специальную талию. Давай. Угу. Хорошо. От чачи. Органик. Органик талии. Хорошо. Давай. Ты хочешь сольный соль? Да, давай. Угу. Забыла взять с холодильника свою соду. Сольный талии. Ветч, ветч. Органик талии. Это фрес-лайм сольный. А в организме ревертаи? Не, не. Органик талии. Полык понирая. Хорошо. Органик талии. Это фрес-лайм сольный. Фрес-лайм сольный. Селебрейт. Селебрейт. Сегодня Даша пёздай. Вчера... Да. Да, внучке Дашеньке был день рождения. А сегодня нашей Дашеньке гуанское день рождения. Празднуем. А ещё сегодня день девочек. 11 октября. Международный день девочек. Оставайтесь всегда красивыми, весёлыми, яркими. Побольше вам любви, счастья, конфет и платьев для настроения. Надо что-то прекращать. Или жрать, или взвешиваться. Ну, конечно же, взвешиваться. Пока ждём обед. Некоторые комментарии хочу пояснить, чтобы не писать отдельно каждому. Потому что много было таких комментариев, что кошечка, возможно, беременна. Вот. И эта кошка не беременная. Я, может, уже говорила в этот сезон. Но в том году, в тот сезон, приехала на байки индийская врач. Она сказала, что они стерилизуют кошек за бесплатно. И мы её посадили в перевозочку. Её отвезли. Потом привезли через день или два. Привезли лекарства. Объяснили, как её кормить этими лекарствами. Так что она сейчас не беременна. Она просто очень быстро толстеет и худеет. Вот она сейчас питается очень хорошо. Поэтому у неё сразу бока появились. Дашима Аюшеева. Зачем ради контента приручать котейку, а потом бросать? Думаю, что и так дальше без вас проживут. Тем более хозяева против. На самом деле они проживут на океане, с рыбой, с мышками, со всем этим. Тут миллионы котов. Действительно, реально миллионы. И просто это не ради контента, а ради того, что если голодный сидит и просит еды, это невозможно не дать. Вот ей отвечает как раз Елена Маскаленко. А что, лучше ногами отпихивать и не давать жрачку? Потому что ради контента не надо. Пусть хоть ради контента, но кошечка поезет доволь. Хоть пять месяцев в году. Кстати, Ирина кормит всех и везде кошек, собак, коров. Ну и людей, конечно. Да, на самом деле я просто показываю свою жизнь. И если в ней присутствуют и собаки, и кошки. Но невозможно. Она будет сидеть, а я ужинать, и ей не насыплю еды. Вот. Это невозможно. А брать мы их не можем, потому что мы очень много путешествуем. И самолетами в том числе. И куда ее? Слишком большая ответственность. Накормить? Голодного накормить надо, я считаю. Значит, здесь спалак панир. Вот это в середине зеленое блюдо. Керт, рис, овощи немножко. И какую-то овощную рагу. И сырый салатик. Но надо бы еще одну тарелочку. Maybe one more plate Devil gift. Да, maybe two small plates. Так-то еды много, но тянутся далеко. Дашулька, с днем рождения тебя, дорогая. Ждем тебя здесь, в Кенаре-ресторане. Будем праздновать. Прилетай скорее. Вот еще лепешки входят в это. Так что на двоих вполне более чем хватает. Еще. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Очень вкусно. Как много? Полка. Абий, айдя, 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 айдя. Китно? Спасибо. Двести сорок. Отлично. Талия, большая тарелка. Три доллара. И сода с лимоном и солью. И кальмару, вот и кальмару. Тадж-бахауме меришь. Вон еще кто-то, видать, давал коровам. Коровы такие не очень-то все и едят, оказывается. Вон, взяли да не съели. Да, надо где-то в определенных местах их кормить. А что это вы тут такое везете? Распродажа. Ну, продают, вернее. Не распродажа, а просто бизнес. Осталось только купить арбузик, например. Положить его в холодильник. Потом поесть. Холодный арбуз. Какая сумочка прелестная, очаровательная. Вообще. Классная. Классная. Какая сумочка? Сколько эта сумочка? Да сиди, сиди. Семьсот пятьдесят. Ага, хорошо, хорошо. И вот эта тоже очаровательная. Легкая. Семьсот пятьдесят. А еще, смотрите, какая. Еще есть цвета другие. А, смотрите, какая сумка с ореха. Вообще прелесть какая. А, еще разные цвета. Голубой, темно-коричневый. Ну, вот этот вот такой натуральный. Такой красивый. А еще белый. Белый с зеленоватым вроде. Да, красивая, необычная сумочка. Ручная работа. Хэндмейк. Угу. Задумалась. Что-то себе надо будет подарить. Тэнкью. Хорошо, спасибо. Что-то ж надо себе подарить. На карвачоут. Голодать не буду, а подарки дарить себе буду. За долгую жизнь мужа. Сейчас. Арбуз, окей? Да, давай. Все, маму, все, поднимай. Арбуз, но, правда. Да. Пошли вон у тех вчера. Ой, вот это какая прелесть. Вообще какая милота. Но потом спрашиваю. Там что-то я не вижу сейчас продавцов. Легкая-легкая. Я уже думаю, все, я себе больше ничего не буду покупать. И опять начинается в колхозе утро. А я не знаю, я взяла деньги или нет. Я не знаю. Ой, вон еще что у них есть. А how much sweet potato? 60. Давай, кидай. Так. Ванму. Это ровно полкило. Так. Или вот так. Ту-мо, может быть. Или вот одну такую большую, у-мо. Давай. 880. 880. Миккило? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Тысяча. Да. Нет, бэга. А почему у тебя хурма? Кидна? Хурма. 1 килограмм. Килограмм. 350. 150. 150, да? Да, килограмм. А how it's your language name, this fruit? Simran. Simran? Simran. 150. Амарфрут, Simran. Амарфрут. Yes. Амарфрут. How much finally? 220. 220. Да. Все. Ты говоришь, приходи, а я тебе буду делать дискаунт, скидки и хорошую цену. Хорошо. Спасибо. Thank you. What is your name? Барта. 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 Ирина. 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 Nice meet you. Nice meet you, Барта. Окей. Все. У меня новая подруга, которая будет мне делать скидки. А пока я на 220 купила арбуз и килограмм sweet potato. Вот. Ужин, значит, определен. У нас будет сладкая картошка вареная. Bye, bye, bye already. Он там сидит. Наверное, он там наобещал, что мы сейчас будем арбузы покупать. Сидит в арбузной лавке. Bye, bye. Давай, давай, давай. Зайка, зайка, тащи, тащи. Ты говоришь, сильнее меня. А что ты, говорит, меня нагрузила. Bye, bye sweet potato. Ивнинг, Дина, окей? Ты хорошенький какой-то. С вами Самарс Гест Хаус. Жалуется, жалуется. He complain? Complain. Комплейн. Жалуется. Ах, ты же ябеда, корябеда какая. Я его спросила. Морфилот. Намасте. Привет. Четыре, говорит, килограмма. Арбуз 3,5 и 1 кг of sweet potato. Да. Поэтому, говорит, я и сказала, что 4 килограмма. Сразу понял, сколько. Ты думаешь, они дают ренту в этом доме? Что ты думаешь? Я говорю, ты думаешь, они сдают в аренду этот домик? Он говорит, у меня нет идей. Но они прям вот все конкретно подошли к дизайну этого домика. Очень хорошо украшают. Я прям любуюсь. Сейчас еще охраннику пожалуются. Нет, охранник, он не стал жаловаться. Look at this. So beautiful color. No, no. I tell what is it. So beautiful color. What is it? Ну, я понимаю, что алкоголь. Это, говорит, не может быть апельсиновый сок. Ну и что? Бутылка-то красивая. Прям не знаю. Может мне ее взять все-таки домой? Нет, она мне понравилась. Ну и что, что алкоголь? Ну синенькая же. Ее специально поставили, чтобы я ее увидела. А я в ней буду цветочки выращивать. Я ему не буду показывать. Приветики. Ну что ты миску-то не уберег, а? Мисик же не напасешься. Я тебе сейчас принесу. Вот зачем они миску выкинули? Может, ветром унесло? Не знаю. Ну, пока что у нас вот во всю работу идут. Шум. Хэппи. Папа-мама, а not hungry. Хэппи-бэби. Счастлива мама, счастлив ребенок. Сейчас у тебя будет еда. Но главное, что мы сытые. А ты вообще всегда сытый. Ты не успеваешь оголодать. Надо эту контрабандную бутылку пронести, чтобы он не видел. Спрячу пока за спину. Не знаю. Ой. Пошли, пошли. Вначале дитю, потом папе. Дай, папа, я твои тапочки одену. Все равно они у тебя грязные. Вон, наследил. Извольте в саду вам сегодня подадут обед. Я вон тут камушками прицепила, что она не доедает из вискоса. Пошли вниз. Идем вниз. Вот, скотерка ей. Водичку я ей тоже даю, не переживайте. Будут писать про водичку. Водичку я ей в пластиковой мисочке даю. Тонышке из-под минералки. Законспирировалась такая. Там все рабочие в окно на меня смотрят, как я втихаря подкармливаю. Все, туда пошла. Это я для ее Васьки. А это заберу для нее. Ну, муравьи, кстати, растаскивают. А водичка теперь. Там воду я тебе положила. Ну, I speak with queen, white queen. Вискет. Там водичка. Ты поняла? Васька пришел доедать. Ладно, Васька, я тебе еще дам сейчас. Ой, они там целуются, боже ты мой. Она муркает. А он ей вроде как лапой дал. Слушайте, настоящая любовь. Боже мой. У нее к нему. Она покупает его за материальное благо. Васька. Идем сюда. Ну, что делать, раз уж она так к тебе неровно дышит. Будем тебя кормить. Иди, Василий, наедайся, пока птицы не растащили. Эх, Вася, Вася. Хороший же был мужик-то. Василий, Василий, хороший же мужик-то. 10 вhtaasses. Этоbo.